Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. За здоровьем на лыжнём. В Бобруське прошло главное зимнее состязание. Я считаю, что все, кто пришёл сегодня, они уже не стоящие победители. У кого первое место? Далеко собрался. Пьяный водитель устроил погоню. Что с пассажиром? Звёздный час. В городе прошёл кастинг в школу блогеров. Кто-то хочет поступать на журналистский факультет, кто-то уже занимался видеоблогингом. Контентмейкер или телеведущий. А также перспективное сотрудничество. Отечественный текстиль и благозвучная фамилия. В стране официально разрешили менять свои фиу на псевдоним. При каких условиях? Иран готов поделиться с Белоруссией своим опытом противостояния санкциям. Об этом Ибрахим Раиси заявил на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров в Тегеране с Александром Лукашенко. Президент Ирана убеждён, нынешний визит белорусского лидера может стать отправной точкой всестороннего сотрудничества. По итогам переговоров главы государств подписали дорожную карту до 2026-го. Документ предусматривает развитие взаимодействия стран в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в образовании, культуре, искусстве, СМИ и туризме. Мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодняшний день и однозначно определили с президентом Ирана, что у нас была некая небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы преодолели успешно, преодолели эту паузу. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и мемориандумов о намерениях. Достигнутые договоренности между государствами оцениваются в 100 миллионов долларов. Потенциал для роста есть. В этом месяце Беларусь и Иран отметят 30-летие ДИП-отношений. Александр Лукашенко уверен, это хороший повод вывести сотрудничество на новый уровень. Этанол в крови. Пьяный водитель устроил погоню и попал в аварию. Внимание на ряду ДПС около 4 утра привлекла Шкода, которая выезжала с заправки на Гагарина. Инспекторы подали требования об остановке, однако водитель его проигнорировал и увеличил скорость, после чего въехал в дорожный знак. В авто также находился пассажир. В ДТП, как сообщается, никто не пострадал. От свидетельствования показало 1,2 промилле алкоголя. На лихача составлено 4 протокола. Аграрная политика, доступное обучение и юридическая помощь нотариусы бесплатно проконсультируют белорусов 15 марта. По каким вопросам? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В 2023-м Аграрии планируют собрать почти 8 миллионов 900 тысяч тонн зерна. Принята стратегия по увеличению количества техники и скорости выполнения технологического процесса. Это поможет обеспечить высокую производительность труда. Закуплено 8 тысяч сельхозмашин на сумму свыше миллиарда. Предприятия пополняются горюче-смазочными материалами. Устанавливаются и системы контроля за расходованием дизельного топлива. Белорусский Легпром наращивает обороты. Объем отгрузки товаров за год вырос на 130%. На экспорт отправляется 2 трети продукции. В списке партнеров 50 стран. С переориентацией рынков стали больше поставлять в Россию, Казахстан, Армению, Турцию, Индию и Таджикистан. В 2022-м потребность в наших тканях у Узбекистана увеличилась в 8 раз. Впервые отгружен текстиль в Гонконг и Сингапур. В стране расширят список учреждений, выпускники которых будут поступать в УЗы без экзаменов. Это лицеи БГУ, Полесского и Белорусско-Российского университетов. Главное условие – отличная успеваемость. По профильным предметам должны быть оценки не ниже 9. По обычным допускается 8. Меняются также правила приема в СУЗы и ПТУ. Теперь многое зависит от среднего балла аттестата. Нотариусы бесплатно проконсультируют белорусов 15 марта. Акция приурочена ко дню Конституции. Специалисты ответят на вопросы, которые связаны с оформлением наследственных прав, составлением завещаний, удостоверением брачных договоров, отчуждением недвижимости. С адресами и режимами работы контор можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты. В стране официально разрешили менять свои ФИО на псевдоним, но при наличии уважительных причин. Это может быть неблагозвучность собственного имени отчества или трудность их произношения, желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть добрачную, если об этом не было заявлено при разводе. Подать заявление в ЗАГС можно с 16 лет. Услуга стоит 74 рубля. Трасса «Здоровье». В Бобруйской лыжне 2023 приняли участие около 400 горожан. На старте представители власти, трудовые коллективы, учащиеся школ и колледжи. Поддержать участников пришли сотни болельщиков. Впереди дистанция 1800 метров. На кону кубок и денежные премии. Но главное все же спортивный азарт и желание работать в команде. В категории органы госуправления бронзу взял Бобруйский горосполком. Серебро у спасателей. Победа досталась медикам. Как всегда во всех соревнованиях кто-то побеждает, кто-то радуется успехам. Но я считаю, что все, кто пришел сегодня, они уже настоящие победители. С огромным удовольствием поучаствовал, проехал, получил заряд энергии. Ну и всем желаю, безусловно, крепкого здоровья, ну а нашему городу процветания и благополучия. Среди предприятий третье место занял ТАИМ. Второе – Бобруйск-Сельмаш. Первое – Белшина. Что касается среднеобразовательных учреждений, самыми устойчивыми на лыжах оказались учащиеся лесотехнического колледжа. За ними механико-технологический. Тройку лидеров замкнул торгово-экономический. Без права на ошибку в Бобруйском районе прошел учебно-полевой сбор курсантов МЧС. За несколько дней спасатели проверили полтысячи домов. В фокусе внимания – печное отопление, пожарные извечатели и газовое оборудование. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Достучаться до каждого. Именно с этой миссии сотрудники МЧС отправляются в Лекерту. Особое внимание к детям и пенсионерам. Ведь так чаще всего выглядит портрет жертвы пожара. Самая распространённая причина – неосторожное обращение с огнём. Брошенное посреди комнаты спичка или забытый на плите ужин. В домовладениях социально уязвимых категорий граждан информируются заинтересованные субъекты профилактики с целью оказания помощи в приведении домовладений в пожаробезопасное состояние. Спасатели обращают внимание на каждую деталь. Отопительный сезон в самом разгаре. Поэтому первым делом осматривают печи и акцентируют. Маленькая трещина может привести к большой трагедии. Минимальный размер притопочного листа – 50 на 70 сантиметров. Сушить вещи и дрова запрещено даже вблизи. Мы даём непосредственно, скажем так, подсказки, советы важные. Как человеку остаться в безопасности и уберечь дом от пожара. Не наказать, а указать на возможные существующие какие-то недостатки, ошибки, для того, чтобы человек жил в безопасности. Превратить жилище в факел пламя способно буквально в считанные минуты. Непобелённый дымоход, захламлённый чердак, старая электропроводка. Нарушения огнеборцы фиксируют одно за другим. К счастью, есть те, кто осознаёт ценность жизни. У нас в доме никто не курит. Пожарный извещатель установлено, мы следим за их работой. Газ не оставляем без присмотра. Два с половиной месяца и 163 пожара. Только 41 из-за неисправного отопительного оборудования. В Могилёвской области беспечность забрала жизни 21 человека. В Бобруйском районе – двоих. Жуткая статистика в очередной раз доказывает – безопасность нельзя отложить на потом. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Маленький шаг к большой мечте. В городе открыли школу блогеров. Кастинг собрал порядка 30 ребят от 12 до 18. Для каждого жюри подготовило специальное задание. Выразительно прочитать текст, расставить ударения, написать под диктовку или предложить тему для сюжета. Проект уникальный. Создатели – информационное агентство «Бобруйск.Медиа» и Центр дополнительного образования детей и молодежи. Кастинг прошел замечательно. Пришло большое количество детей на самом деле. И самое главное, что мне понравилось, это их желание и их стремление быть в журналистике. То есть многие дети приходят не на обум. Кто-то хочет поступать на журналистский факультет, кто-то уже занимался видеоблогингом. Впереди у ребят не просто теория, а реальная практика. Участники попробуют себя в роли теле- и радиоведущих. Будут развивать соцсети, публиковать собственные материалы в газете и на сайте. Школа блогеров – это прекрасная возможность перенять опыт у профессионалов и обеспечить себе достойное будущее. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!